А вот и наш плях. Цель экскурсии сейчас выросли просто до каких-то... Ой, ой, мы отправляемся на ужин, но без меня. Штанишки 50 евро. Тун-турун-тун. А евро уже по сутки практически. Тун-турун-тун-тун-тун. Доброе утро, любители путешествий и острых ощущений. Вы на канале Интересные Путешествия, а мы находимся в Турции, в Сиде. Как отель наш называется, и я все не могу. Кастиваль. Кастиваль. Там просто написано Кастивал, а я читаю. Кастиво. А оно у нас на самом деле так Кастиво. Пять звездочек. Да, посмотрите, территория нашего отеля. Там бассейны, все дела, все уже загорают, челуют, расчеловывают. А я вам хочу показать, как выглядит наш номер. Вот так-то выглядит наш номер. Здесь каюта для провинившихся. Это основное место, где можно поспать. В принципе, здесь есть все. И мини-бар вам есть. Вот он здесь. И вот эти чайные принадлежности. Принадлежности. Я не знаю, кто-то им когда-то пользуется. Ну, наверное, бывает, да? Ведь вечерами. Здесь у нас и все остальное. Телевизор есть. Зеркало. Кондиционер. Телефон, если надо позвонить. Шкафчик. Сейф бесплатный тоже есть. Вай-фай есть. Вон он, сейф. Там где-то эти халатики присутствуют. Я сейчас пойду в баню. Кстати, он мне пригодится. В туалете туалет присутствует. Все туалетные принадлежности есть. В общем, все для комфортного отдыха. Вот так. А прилетели мы в этот раз чудесный отель из Калининграда. Летели, представляете, всего лишь 3 часа. Тур нам вышел на двоих. 200 тысяч на 9 ночей. Ссылку, где берем туры, я оставляю в описании. Если отельчик понравится, бронируйте. Да и в принципе, мы всегда там бронируем. Так-то удобный агрегатор, удобный сервис. Там все по пунктикам разложено. Нашли нужный вам отель, забронировали. Все документы пришли на почту. Турагенту идти не надо. Очень удобно. В нашем отеле, кстати, есть барбершок, если что. Так что, если дома забыли пострижься, можно... А что? Это же вообще классно. И ты не успел, например, пострижься. Ну, я и говорю. И мне кажется, здесь же классно вообще стригут. Потому что в Турции много барбершок, и они многие вообще такие модники. В плане прочесывания, там всякие... Я вот думал, что тоже пострижься, но я еще просто не успел обрастить. Я до Турции за несколько дней, да, подстрижся. Блин, надо было, да. Надо было еще... Да, отрасти. Короче, мы сегодня в а-ля-карт записались на 7 часов. Свидетельно морских. Тем не менее, вовсе уже все отдыхают на бассейне. Ну, а мы... А мы куда? На бассейн пойдем? Или на пляж? На пляж пойдем? Ну, я думаю, да. Ну, в принципе, ну, тут занято, но там, смотрю, правее свободно. Такой максимальный чил. А, не знаю я. Я бы на пляж, а потом уже можно к бассейну прийти, там, после обеда. Ну, тоже как вариант. Потому что тут я смотрю, много людей сегодня отдыхают. Сегодня вообще выходной день, поэтому, мне кажется, сегодня... Видишь, такая максимальная везде заполнилась. Да, загрузка, да, местные тоже отдыхают. Там уже, смотрю, снэйк-бар открыт. А, не снэйк, это просто бар. А снэйк-бар, он, по-моему, после обеда открывается. Вот этот справа бассейн, самый чело, самый такой тихий, комфортный, да? Ну, да, здесь покойный, а здесь прыгают уже. Да, слева тут уже, знаете, поактивнее так отдыхают. А там дальше уже они такие более, я так понимаю, детские бассейны. Кстати, температура нормальная. Я бы не сказал, что дико жарят, да? Сейчас нормально, но время 11. То есть, я думаю, что сейчас будет максимальная прожарка. Да, через пару часов, конечно, пожарче будет. Ева спит уже. Ева спит. Все, у нас он туда прямо, и мы попадаем на пляж сразу же. Видите? А, тут еще, кстати, эти горки есть. Ну, я не знаю, может, мы потом и прокатимся. У меня пока нет желания, у тебя есть? У меня есть желание попасть на пляж. Забыл сказать, что у нас не первая береговая линия, а примерно третья. Если что, каждые 15 минут ходят шаттл, либо 5 минут пешочком. Я рекомендую пешочком. Потому что в отеле и так максимально десактивный образ жизни, поэтому лучше все-таки пешком 5 минут пройтись. Хоть какая-то нагрузка на организм будет, а не только алкогольная. Пока идем на пляж, у нас тут такая какая-то речка, ручеек. Я не знаю, джунгли, да. В общем, вот тут рыбы, а вот здесь черепаха. Огромная-огромная черепаха. Я не знаю, вы ее видите или нет. Вон, да. Представляете? И там их несколько. Вот там, если подальше, наверное, вы уже не видите. Короче, тут несколько черепах плавают. Круто. А вон маленькая черепашка, вон она барахтается, видно? Наверное, должно быть видно вам. А рыбы сколько здесь вообще? Ну да, тут рыбалка, я думаю, неплохая. Ну они мелкие, но их прям, я не знаю, тут сотнями такие косяки ходят. Кстати, классный, в принципе, променад. Просто прогуляться заметила? Да. А мы можем потом, ну уже ближе к вечеру, когда просто прогуляться туда вдоль. Да. Посмотреть вообще, что тут на нашем берегу творится. Вот, видите, прямо несколько дорожек, просто вот вдоль, вдоль моря. Потому что вот слева сразу же уже море. И тут пляжи разных отелей. Вот как раз-таки и наш пляж. Ну здесь просто прогуляться тоже здорово. Или на велике прокатиться. Правда, не видел здесь аренду велосипедов, к сожалению. Цвет воды, смотрю, неплохо сегодня. Здесь раздевалка, туалеты. Вот тут сразу же на входе. Здесь бар у нас. И снейк-бар еще. Бар, снейк-бар. А, вон там. Снейк с 12 до 16, и бар с 10 до 17. Вот. Здесь можно посидеть. Пивка выпить или еще чего-либо. А там уже как раз-таки пляж. Попадаем на пляж. Я вам скажу, что огромная у нас территория получилась. А, ну хотя она не очень огромная. Вон веревка. Но много линий. Первая, вторая, третья, десятая. Широкая линия. Тут пляж широкий. И много мест. Ну я так понимаю, все, наверное, на первой линии. В последней линии свободны. Не знаю. Вообще народу немного. На удивление. Потому что обычно всегда все занято. С утра там, знаете, эти... С утра закидывают эти полотенца. Уходят на целый день. Я не стала в правилах, что если более часа отпускаешь, то полотенце убираешь. Что-то можно сюда. У меня вопрос в другом. А кто если бы за этим следить? Не знаю, как засекает. Да. Мне до сих пор часто пишут, Юля, где купить такое платье? Где ты его взяла? Вот это вот вязаное такое пляжное. Но его, короче, вот именно вот такое можно купить на Кубе. Я покупала на Кубе, в Варадеро. Прям в поселке Варадеро. И оно прям... Что-то я не помню, сколько это стоило. Но прям очень недорого. Оно классное. В нем не жарко. И для пляжа самое оно поверх купальника надел и пошел. Вот прям идеально. В принципе, я знаю, что сейчас вообще пошла мода на такие вот пляжные вязаные вещи. И даже у нас в некоторых там шоурумах продается. Я не знаю, может быть, в ваших городах тоже. Поэтому смотрите. Очень удобная вещица. Я рекомендую. А меня вот многие спрашивают, где я купил эти шорты. Вот прям каждый... Там каждый комментарий пишет. Где кто-то купили? Да никто меня ничего не спрашивает. И шорты... Короче, меня... Почему меня никто не спрашивает? В основном, чаще всего, вот какие-то вещи мы покупаем... Камера здесь. Вот, вот, вот. Ты туда говоришь? Да, я поближе, чтобы туда прям. А, ну ладно, давай. В основном, вот какие-то вещи, неважно, флажные, неплажные, мы стараемся покупать вот в поездках где-то, потому что, ну, чтобы это было что-то, может быть, уникальное. Да нет, часто просто спрашивают, вот где ты купил то или иное, а ты уже просто не помнишь. Где-то, когда-то в каком-то магазине на Кубе, в Египте, в Турции или где-то. Ну, как ты это все не запомнишь? Даже если помнишь, ну, скажешь-то человеку, я купил вот на Варадаровом, что поедет за ней? Вряд ли. А вот и наш пляж. Песчаный. Да, в Сиде песчаные пляжи, в Турции бывают пляжи с песком, в Сиде. Если захотите подобные пляжи, то вам надо отдыхать в Сиде. Водичка теплая. Правда, видите, весон же такой желтоватый, и он воду мутит, и она получается какая-то зелено-коричневая в итоге. Цвет такой, конечно, не совсем понятный. Но вода примерно где-то 20, наверное, 25. Вот примерно так, тут просто нигде не написано это, вот если ногами чувствуешь. Ну, вот где-то 25 градусов. Ну, как бы комфортно. Вот тут сложный такой момент, вот по поводу галечных и песочных песчаных пляжей в Турции. Я нет сложностей. Нет сложностей? Ну, есть как плюсы, так и минусы. Нет, ты не согласна? Я нет. Ну, смотри, например, песок сильно нагревается, ты не чувствуешь? Ну, а на гальке ты, в принципе, не ходишь ногами, тебе надо в обуви ходить. Ну, то есть, получается, в Турции и там, и там надо в обуви ходить, правильно? Ну, я пока что здесь все написала. Ну, здесь песок очень мелкий, и он сильно липучий. Галька не прилипает. Вот тебе не останавливает. Ладно, идем дальше. У меня есть еще аргументик. Когда галька, цвет воды приятный, а вот здесь с песком он такой, ну, коричневый. Здесь он с песком такой, потому что песок здесь достаточно темный, но зато приятный вход в воду, мягенький такой. А по гальке опять тебе надо проходить коралловых тапочках. Ну, для меня лично песок это большое преимущество пляжа. То есть, я считаю, что пляж песчаный, это очень классно. А гальчный пляж красиво вот смотреть, да, он бывает такой прям очень симпатичный. Но вот именно там отдыхать, купаться, ходить по гальке неприятно. Лежать отдыхать на гальке просто. Так и где лучше в Турции песчаный? На песчаных пляжах все-таки отдыхать или на галичных? Да, пусть и везде хорошо. Главное, чтобы сам по себе был пляж. Достаточно широкий, длинный и, в принципе, каждый может выбрать для себя. Но я песчаные пляжи люблю. Песчаные? Но, знаете, есть в Турции один все-таки пляж. У всех, где мы видели пляжи, Клеопатра, наверное, все-таки выигрывает. Хотя нам тоже писали, что ой, да вы просто мало где были. Да нет, мы не мало где были, но тем не менее... Но тем не менее, вот Клеопатра пока что не выигрывает. Ну, вот и район Кемера мне тоже нравится. Хотя там как бы галька, но есть вот и тны песчаные пляжи. Тоже очень даже неплохо. Я вот одного не пойму, а где знаменитая турецкая жара, от которой невозможно прям находиться на улице? Она в августе. В августе? Наверное, знаешь, мне кажется, второй половиной у меня. Но в августе мы были в Турции, и именно в августе было вот реально не было. Пекло даже в те места, вот знаете, тут вот на руках. Когда вот здесь вот просто, повсюду, было так жарко. Все было красное, было больно. Никакая защита от солнца не спасала. А вечером, когда мы выходили из номера, была такая влажность, что дышать было невозможно. То есть была такая же жара в таких днем, только уже без солнца. Просто не пекло, вещи не высыхали. Было одно желание сидеть под кондиционером. Поэтому, конечно, август в Турции, он такой прям жесткий. Но я по-прежнему считаю, что идеальное время для отдыха в Турции, потому что когда там парка будет сезон, когда поменьше людей уже, ну, это вот конец сентября, наверное. Но оказывается, что в июле тоже здесь прекрасно. Вода уже теплая. Как-то комфортно. Время обеденное. Я, в общем, обедаю. Очень вкусно с лаймом. Могу сказать одно. Песок настолько раскалился, что по нему ходить просто невозможно. Все в перебежку прям перебегают. Либо просто вот так паркуют свои тапки. Видите? И все. Короче, настолько песок раскалился. Я такого давно не видел. По нему ходи. Как ты вообще пришла без сандалии? Я бегом прибежала. Она просто порхала, как на ковре самолете. Как на самокате прилетела. Да, Игорь охлаждается изнутри, поэтому как бы не нормально. Не, я ноги охлаждаю. Я постоянно под это охлаждаю. В общем, надо пойти изведать. Там очень вкусный кебаб, я смотрю. Надо будет сходить, ну, и вам показать. Вы же любите поесть. Вот ты любишь поесть? И когда вкусно, то, конечно. Да все любят поесть, конечно. В Турцию-то вообще зачем приезжают? Поесть или выпить? Купаться. А, купаться? Пишите в комментарии, зачем вы приезжаете. Мне кажется, не только купаться. Я сейчас такого контента нарубил, но он весь ушел в Телеграм-канал, потому что я снимал вот так. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Интересное путешествие. Там уже 4,5 тысячи подписчиков, которые активно следят за всеми нашими новостями в режиме онлайн. А мы пришли на обед, и я вам уже говорю, что сегодня день фейлов. В общем, пока я туда-сюда бегал в туалет, тут сидела тетенька и делала лепешки. И, ну, естественно. Ну, я в принципе не хотел, просто хотел вам показать, что оно здесь есть. Лепешки есть с сыром и есть с мясом. С сыром такие они, там, как творожный сыр такой, знаешь? А с мясом мясные? У меня в виду, что сыр не тянется, не с чедром, знаете. Игорь, а с мясом там фарш, да, такой перемой. Ну, а с сыром сырный. А с мясом мясные. Здесь пицухи. Как мама? На целый противень, да. Твоя или моя? Не круглая? Моя. Или любая мама? А я, кстати, пиццу твоей мамы не ела. Ладно, пойдемте дальше. Что здесь? О, вот это вкусненькие хебабные штучки с рисом. Я вот это, да. Это фиш. Фиш по-русски рыба. Я просто в Турции по-русски, ну, уже забываю тут говорить. Подлива с подливой. Подлива льется на пюре, подлива льется. С макаронами с пюрешкой. Это для бургеров, котлет. То есть, ты можешь сам себе соорудить бургер. Это как раз тоже. Салатики разные. Лайм, салаты, оливки. Это капуста. Мапуста. Ну и все. А, и все, и бар. Все. Ну, давай вот мне, в общем, кебаб и картошку фри, как маленькому ребенку. А, нифига не все. Вот еще яблоки, груши, абрикосы, персики, слива, арбуз и дыня. Обед. Это как мопед, только обед. У меня все просто. Помидоры, картошка фри и вот эти кебабные кусочки. У меня все просто. У меня рыба, помидоры, огурцы и тут вот этот, скажите, баклажан. Да, баклажан. Нормально? Ага. Выплевывай теперь. Нормально, ребят. Не жарко. Я не могу сказать, что дико жарко. Я думал, такая адовая жара будет, что невозможно будет находиться. Оказывается, в Турции самая жесть только в августе, а вот в июле прям потрясающе, превосходно, перфектно, восхитительно. Рыба вкусная. Это платва, наверное, нет? Нет. Тут нет столько костей, как в Курме. Снегирь. Йорш. Йорш. А все смотрели фильм еще по одной. Вот мне кажется, именно в Турции подойдет их теория, чтобы снимать нормальный, веселый контент. Ну, ты должен в Турции постоянно поддерживать какой-то определенный градус, чтобы, типа, ты веселый такой, ну, как они, короче, в фильме. То есть ты хочешь сказать, что без градуса ты не можешь быть веселым? Нет, я унылый такой. Ой, я такой унылый, печальный и какой-то не какие-то еще другие слова. С психологом. С психологом выпить, что ли? Или что? Блин, рыба костлявая. Ну, вот видишь, ты не веселая, потому что ты еще не до той кондиции. Для тебя рыба кажется еще костлявой. Но если бы у тебя была та кондиция, ты бы не заметила. Я же не могу просто сидеть. Теория все-таки работает. Нет, нет, теория работает. Просто еще не в кондиции. О, а что это за телепузик? Какой я? Я готова искупаться в бассейне. Мы телепортировались к отелю, в сторону бассейна пришли. Там, смотрите, уже тенек. Такой для тех, кто вообще уже сгорел, мне кажется, там самый класс. Тенек посихонечку придет и сюда. Ну, пока что не надо. Пока что самым последним накрывает тень вот уже дальний самый бассейн. После, что тут прям солнце так шпарит. У меня еще как тапки нагреваются и ноги. Ну, самое время искупаться. Ну, давай, я тут постою, посмотрю. А я смотрю, там дальше, там и детский бассейн, дальше аквазона до сих пор работает. Уже время 4 часа. Здесь уже так более спокойно. А там дальше есть витамин бар, кальяны. Ну, и такая тоже более релаксовая зона. В общем, выбирайте сами, какая вам больше нравится. Там отдыхайте. Ну, мы пока здесь. Здесь прям жарит хорошенечко. Сейчас нас припекет, припекет, чипет, 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 не знаю. Наверное. Ну, лето, Турция. Какая она еще может быть? Она здесь примерно как море где-то. Холодная или теплая? Короче, нормально. Купаться можно. Купаться можно. Юля одобряет. Вот, смотрите как. Каким методом. В общем, нормально, классно, жарко. Там, кстати, кондитерская, я думаю, посетить. Или бы в витамин бар сходить. Я вот не знаю, мне туда или туда. Вроде и туда, и туда охота, но куда именно, не знаю. А, там еще и снейк бар до сих пор работает. Не, ну снейк бар я точно не потяну. Это нереально. Ну как, водичка? Да, теплая прям, да. Ну, то есть, в такой воде приятно плавать. В нее не надо заходить в привыкацию, знаете. Она вот прям кайфовая. Я уже, наверное, в предыдущих выпусках говорил, но, возможно, вы просто в предыдущие выпуски не смотрели. Сейчас цены в Турцию, цены и на туру в Турцию дороже стали, чем всегда, раза в два, а то и три. Сами цены в Турции сейчас выросли просто до каких-то невероятных чисел, которые даже в голове в принципе не укладываются. К примеру, я говорю, самый яркий пример, обычный кофе, там капучино в кофейне стоит примерно 300 рублей. Ну это минимум, вот. Шмотки тоже в цене поднялись. Вот заходишь вот в эти магазины, которые, знаете, вот торговцы, там торгуй, не торгуй. Они с тобой, они максимум, что могут скинуть эти 10 долларов. Но сама цена на шмотку завышена примерно, ну, по сравнению с предыдущими годами, ну, блин, да раз в пять, наверное. Ну вот, к примеру, мы вчера там какой-то пальтишко мерили, но оно, ну, тысяч семь всегда стоило. Сейчас кого продают за 25, по-моему, и 10 долларов он тебе скидывает, типа там, для тебя слитка. Ну, блин, оно раньше стоило копейки, сейчас космос. Я просто веду к тому, что можно дешевле сейчас улететь, отдыхать как раз-таки в Дубай. И вы там потратите денег меньше. Да, но там сейчас жара. Там настолько жарко, что просто невыносимо. Ну, там на 10 градусов ровно больше, чем здесь. У нас сейчас знакомые там отдыхают, говорят, все хорошо, но выйти на улицу просто невыносимо. Отдыхать можно только строго с раннего утра, как на рыбалку, и с позднего вечера тоже, как на рыбалку. Да нет, поздним вечером там тоже духота, потому что влажность. Отдыхать в Дубай сейчас не вариант, в Египте тоже. В Сочи, вот я говорю, цены в Турции высокие, в Сочи всегда было дороже. Мы вот после Турции, например, собираемся в Сочи проверить, насколько дороже. Но я точно знаю, что дороже... Но уже исходя из билетов даже Амия, просто мы смотрим, что ценники космоса. Если вы отдыхали в Сочи этим сезоном, подскажите, что там с ценами, сколько вам вышла поездка. Мы, например, собирались вообще в Сочи поехать, но нам просто из Калининграда долететь на двоих в Сочи туда-обратно, это уже 70 тысяч минусов. Дальше отель, еда, всякие какие-то перемещения. Я думаю, отдых в Сочи нам выйдет примерно в 250 тысяч. Сюда мы прилетели за 200 тысяч, но у нас все включено. То есть мы можем, по сути, здесь вообще ничего не тратить. Я просто веду к тому, а вы, наверное, знаете, к чему, что все равно отдых в Турции выгоднее и лучше летом, чем другие направления. Ну вот как не крути, как получилось. А я вам хочу сказать, с ростом цен, слушайте, ну тут есть два варианта в путешествии. Либо зарабатывать больше, да, там в разы получается, если цены выросли в разы, либо реже путешествуют. Но я думаю, что путешествовать все хотят как можно чаще, поэтому самый лучший вариант один – стараться зарабатывать как можно больше. Помните, узнаем, что здесь с витамином баре. Смотрю, кальянчики стоят. Здесь, я так понимаю... А, вот оно все, все платное. Получается, есть банановые всякие, миксы, коктейли, все по 3-4 евро стоит. В общем, витаминный бар платный, поэтому тут ребята сидят, скучают. Пойду спрошу, почем кальян. Hello, а how much shisha? А, здесь есть прайс? Okay. Okay, thank you. Вот прайс на кальян, 12 евро стоит, с разными вкусами. В общем, если... Actually, this is the best menu card ever you will find in whole city. Number one shisha, number one juice and number one smoothie. Come to our brother Murad, he will give you, fix you best price. Guys, I give you percent, how you say percent, eh... Не знаю, с какой... Okay, number one, see you, good. Давайте прогуляемся, посмотрим, как вообще проходит отдых. В целом, вот два бассейна я уже показал. Видите, здесь тоже уже практически тень. Остается вон тот наш кусочек с солнышком. И вот тут еще солнечная территория. Там музыка, здесь поспокойнее. Здесь больше, так понимаю, с детьми отдыхают. Такой вот детский бассейн. Там вообще для детей, которые только родились. Вот за аквапарком тоже есть мини-бассейн. Вот это прямо там кондитерская. А, подождите, помимо кондитерской, там что-то еще на улице. Сейчас туда зайдем, посмотрим. Наверное, там вафли еще делают. А, здесь у нас аквапарк. Раз, два, три. Пять горок, получается, если я не ошибаюсь. Ну, здесь в основном вообще, видите, дети, дети, дети. И здесь тоже... Там попкорн, смотрю, где-то есть сладкая вата. Но это, наверное, днем. Сейчас уже, видите, ближе к вечеру. Ну, там туалеты. И здесь вечерняя анимация проходит. Смотрите, там даже этот настольный теннис есть. Я его и не видел. Обалдеть. Ну, вот. А, ну, горки уже отключили. Они, наверное, часов до четырех. А сейчас уже, наверное, четыре, там, пятнадцать, наверное. В общем, здесь... Так, пойдемте дальше смотреть, что здесь есть. Ну, видите, пока люди еще отдыхают, загорают. Хотя уже вообще не жарко. Просто тепло, классно. Никакого жарива нету. Вот, я знаю, точно в августе дико жарко. Сейчас вообще классно. Хорошая погода. Я думал, будет трындец. Но нет, нормально. В начале июля хорошо еще. В Турции, мне кажется, вообще самый класс. В начале июля или в конце сентября. Вот, видите, здесь вообще такой детский бассейн для тех, кто только-только родился. А здесь отдых для тех, кто уже сгорел. И вот сюда заходим. Тут у нас, получается, какие-то вкусняшки. Вафли, наверное. Да, вафли вот здесь. Вафли, всякие насыпки-подсыпки. А здесь у нас вообще еще где-то здесь, я знаю, есть кондитерская. Но она тоже, может, уже не работает. Я не знаю. Сейчас посмотрим, проверим. Мы вчера так заходили. Где-то вот здесь она была как раз таки. А, нет, это а-ля карт. Вот это а-ля карт я прохожу, а вот кондитерская. У, сколько людей. Слушайте, я тоже бы кофейку выпил. Может, зарулить. Кондитерская работает. Не вижу до скольки, наверное, часов до шести. В общем, здесь кофеек все пьют и всякие вкусняшки едят. Ну, а там, естественно, работает бар, снейк-бар. В общем, перекусить, выпить, пивка там взять. Это все туда. И я смотрю, там фруктики разные. Все-все-все есть. Территория отеля довольно компактная. Я бы не сказал, да, что она огромная какая-то. Но в целом здесь все есть для хорошего отдыха. Бары-рестораны, несколько бассейнов. Всякие витаминные бары, кальянные. Обычные кофейни, шоколадницы кофейни. Короче, все есть, чтобы классно здесь отдохнуть. А если здесь надоело, можно на море. На море надоело сюда. В общем, мне стало настолько жарко, что я просто не могу уже сидеть и пойду горячего кофейку выпью с какой-нибудь вкусняшкой. Кстати, заодно протестируем, насколько вкусные здесь вкусняшки. Давайте покажем, какие тортики здесь есть. Вот разные-разные, в общем, на любой выбор. Ну, тут, я так понимаю, таких, знаете, классических чизкейков или брауни нет. Здесь просто вот такие тортики. Ну, как в Турции обычно. Может, вот этот, наверное, вкусный. Но я себе другую взял, сейчас покажу. На ледке все места заняты, а я решил здесь посидеть. Здесь, кстати, тоже классно. Такая своя приятная атмосферка. Я, наверное, подзагорел, да? Ну, да. Что-то красновато здесь. Ну, пока не болит. Нормально. Такой десертик и кофеечек. Ой, как же хорошо. Вам не передать. Или передать. Не знаю, передается, не передается, я даже не представляю. А я вот сижу, и знаете, как тяжело понять, что вот лето же. Лето проходит потихонечку. Я надеюсь, что вы его проводите так, что оно запомнится. И когда оно пройдет, или там зима настанет, вы такие, а помнишь, мы летом там что-нибудь затусили, зачудили. Вот когда так проходит лето, мне кажется, это самое лучшее лето на свете. Мне кажется, оно решило весь загар за один день получить. Но так же не бывает. Вы же это знаете. Хорош свои булки греть. Вам по коктейльчику дернем. Ты же не хочешь пить? Камон. Наелся портиком? Да. Они такие же, как на ужин, на самом деле. Мы решили выпить по вкусному коктейльчику. Я взял пинаколаду. Офигенная просто. Прям как на Кубе. Ты же попробовал ее? Ну да, глоточек сделал. Вкусненько. Нормально, да? Что-что, коктейли здесь просто очень крутые делают. У меня из Туфеда. Из Туфеда, это что-то, кубинская тоже? Нет, он кисленький. Кисленький? Кисленький. Вот это то, что надо. Пинаколад все-таки сладковатый. Но она нежная такая достаточно. У меня что с голосом случилось. Да после коктейля. Ну, начналась. Вообще, сегодня мы, кстати, пойдем на ужин в а-ля-карт. Ресторан записались в Средиземноморский. То есть у нас сегодня будет не классический ужин на шведском столе. На шведском. Ужин на столе на шведском. А в а-ля-карте посмотрим. Я думаю, что здесь должно быть неплохо. Что я могу сказать? Я, мне кажется, не загорел. А ты загорела? Конечно, не загорела. Вон полоса белая. И вот, видите, да? А, ну может, а вот так. А вот так уже вроде загорел. Красная грудь, да. Ну, нормально, просто обычный пригар, антипригарный. У меня вот так нет, а вот загорел. Спина вообще не сгорела. Короче, нормально, жить будем. Ой, ой, мы отправляемся на ужин, но без меня. Эй, а теперь мы отправляемся на ужин. Ты хотела без меня поехать, я видел. Нет, ты хотела уехать, ты хотела оставить меня без меня. Есть твой ужин, здесь и тебя. Ужин у нас в аля карте, мы уже опаздываем на 5 минут, и мы не знаем, где он находится. Да. Сейчас пойдем у нас. Алькарта ресторан тута. Тун туда. Пойдем. Я знаю, короткий путь. Мне кажется, это вот, 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 это вот, вот, это вот здесь. Мне кажется. И вход, наверное, здесь или там. Пришли в ресторан, а у нас уже все, все, все на месте, и уже даже съедено немножко. Да, да. Это морский, соответственно, здесь нам что-то будет продавать интересное. Меню нам давали еще при записи. Там надо было выбрать горячие запуски и выбрать горячие блюда. А остальные запуски, там, вот, салаты какие-то, да, вот это вот это все здесь сразу уже подают. Ну, надо пробовать. Нормально? Я начала пробовать за кадром. Ну, вдруг я очень сильно удивилась, и в кадре были бы мои какие-то эмоции. Классно. В общем, из тревеллона. Это мясо, я не знаю, что это правильно. Как это правильно, розбиф это или... Тонко нарезанное мясо. Прям очень, оно нежнейшее. Мы из тревел-блогеров переходим в вайн-блогеров, вайн-тревел-блогеров, и в вайн-фуд в тревел-блогеров. В этот прям тончащий кусочек мяса, он нежнейший. И просто вот... Как тончайший или нежнейший? Ты вообще-то определись. Ммм. Кажется, вкусно. Ой, не понимаю я эту вашу высокую кухню. По мне так вечерком быстренько шуму съел, и вечер свободен. А тут сидишь, что-то там нанизываешь, намазываешь. Что, поели, все, расходимся? Ну, ты хлеб не доела? Это фокачо. Это хлеб. Называй фокачо хлеб. Хлеб обычный, белый. Ну, все, пока, ребят, расходимся. Я уже попробовал этот грибной суп, и у меня возникла некоторая ассоциация. Вот, кстати, один из главных минусов, когда сидишь в аля-карте, вот не должны никто ни вилками, ни ложками стучать. Не должны. Это огромнейший минус. Ну, это просто транзиакция. Ну, это очень странно. Потому что мне потом тяжело видео монтировать, потому что это резкие звуки, и я не могу потом... Они же не знают, что ты монтируешь. Да, и я, когда монтирую, когда резкие звуки, я потом не могу, ну, звук голоса выше сделать, потому что резкие звуки перебивают его. Ну, как? Ну, это грибной крем. Сус, причем, ты слышишь миллионы. Пожалуйста, это от тебя не будет слышно. Типа лесные, типа грибы. Не знаю. Лесные грибы и ягоды? Грибы да ягодицы? Ну, в общем, на любителя, да? Ну, он такой жиденький и крем, да, как будто Гарри Поттер его сделал. Ну, то он такой склизкий. Нет, ну, не склизкий, а у меня склизкий. Он у меня такой, смотрите, такой. А, его размешать надо с леской. Я говорю, я просто не фанат такой кухни высокой. То есть, поэтому я сижу прикалываюсь в вайне. Может, мне какое-то мясо уже принесут, тогда я его заценю. А вот эти вот все, знаешь, начало. Я не начало не люблю. У нас ужин, такой ужин на ужин. Я про... Я про... Сначала вот эти вот... Так они просто целый день вино пьют, сидят. У них это ужин называется. Ну, у них ужин долгий в Италии. Три-четыре часа длится. Хотя вот у меня в детстве с родителями, особенно если выходные, у мужа было тоже всегда долго было. Закуски, салат, там, горячая. И мы сидели же, обсуждали всегда. Как-то это интересно было. Ну, втроем, а? Потом ужин переходил в застолье. Нет, нет, нет. Просто как-то вот, ну, семейный ужин. То есть у нас традиционно, как всегда, в семье мы всегда все вместе ужинали. А я все жду основное блюдо. Я знаю, насколько... Если я не ошибаюсь, мы мясо заказывали. Вот я мясо не спорту. Будет еще горячая закуска. Будет какая-то горячая закуска. Короче, я жду мясо. Кстати, хочу сказать, что кальмары... Пиво не хватает. Кальмары здесь очень нежные. Кальмары спьем. Там была закуска, либо мясо какое-то, либо вот кальмары. Взяли кальмары. Ну что, ребят, как все говорят блогеры. У меня стейк с кукурузкой, с копченостями и с картошкой. А у тебя курочка, да? На шпинатной подушке. Ну, в общем, наконец-то мы поедим. Кулиная грудка, кстати, да. Подлива какой-то грибной. А без пюрешки? Не, я попробовала. Нормально, нормально. Да, нормально, вкусно. У меня стейк такой добротный. Вот моя рука по сравнению со стейком. Так что нормально. Мы вот удивляемся в этом отеле, где все люди. Заполненность практически полная. Ну да, может, тут какой-то есть дополнительный бар, где все отдыхают. Ну, время после ужина. Обычно бар просто атакуют люди. Конечно, очередь должна быть, блин, до выхода просто из отеля. Ну, а где все? По вечерам мне этот отель больше нравится. Ну, особенно. Здесь прям такая обстановка, как будто как в каком-то, ну, как будто в фильме оказался. Ну да. И ты такой просто скажешь, что из своего номера в красивый бар, где приятная такая подсветка, не бьет свет. Вот здесь, ты заметил, как здесь освещение классное, где сделано? Здесь прям раскладываем полностью. У тебя красивый бар, красивая одежда, делают себе красивые коктейли. Все окей. Миледи, здравствуйте. У меня вообще вопрос в другом. Сейчас практически полная занятость отеля. Ну, отель забит. Полное загрузка. Где все люди? Обычно мы сами, знаете, там просто катастрофическое количество людей на баре. И толпа, очередь все толпятся. Друг на друга там обзываются. Я первее, дайте мне налетить мне тройную дозу. Здесь вообще нет этого. И я не понимаю, где вообще все люди? После ужина они все куда-то растворяются. И остаешься только ты и бар. Выпили парочку коктейлей и идем изведывать территорию. Ну, туда, куда мы хотели пойти и так и не дошли. Но коктейли здесь настолько вкусные. И там еще и этот, рояль расчехлили. Короче, мы ушли вообще не вовремя. Итак, мы вышли прогуляться по, ну, уже темному променаду. Короче, здесь никого. Вау, что это мы нашли? Мы нашли отель Royal Taj Mahal. Я думаю, кто-то из вас тоже по-любому здесь когда-то отдыхал. Если да, то напишите, как вам. А я его видела где-то вот в поисковиках, по-моему. Ну, вот прям сталкивалась, прям смотрела, рассматривала его. Интересно. Ну, какой-то, я не знаю, в индийском стиле что-то. Ну, мы ежика нашли. Ежик, привет, как дела? Ну, жопу показал. Большой гуляет. Ежик ушел, придется кота показать вам. Коты здесь более фотогеничные. Шли, шли, шли. В итоге в Клеопатру пришли. Тату, пирсинг, апотека, эксчейндж, видго, клидзи, тиксти. И какие еще слова я здесь вижу? Больше никаких. Куда мы попали? Чем заняться этим вечером? Пойду татуху и набью. Пойдем? Нет, мне одной достаточно. Пойдешь мое имя, делим. А это что? А, это торговый центр со всеми этими штуками, которые нам не нужны. В принципе, как я и говорил, что нам надо будет сделать квадрат здесь. О, смотри, какой-то такой, да, необычный магазин, в который даже, наверное, можно зайти. А так, все те же самые шмотки, как и в других магазинах. Здесь какой-то женский эксклюзив. Мне кажется, местные. О, тут даже цены сразу же есть. Вот, пожалуйста, штанишки 50 евро. Тун-турун-тун, тун-тун, а евро уже по сотке практически. Тун-турун-тун, тун-тун, штанишки 5 тысяч стоят. Тин-трым-пэм, пим-пим. Вот так-то мы, Турции, подошли к тому. Это как в Турции, и здесь все из натуральных тканей. Вот, пожалуйста, линяная рубашка. За 45 евро. Линяная юбка. Короче, верх-низ 100 евро стоит здесь. Это вот такой стиль, конечно, тут не серьезно. Так в Турции говорят же, что все дешево. Опять наврали, что ли? Или это было 10 лет назад? Короче, все по 45 евро тут, фикс прайс. Вот смотришь, гуляешь, все товары одни и те же во всех магазинах. Поэтому там особо гулять в поисках чего-то уникального, я думаю, нет смысла. Опять же, цены, конечно, уже не те, которые хотелось бы увидеть. Футболки по 5 евро. Нормально, дайте две. Какой итог сегодняшнего дня? Турция по-прежнему вся та же Турция. Просто стоит дороже. На сегодня все, ребят, всем пока.